За последние три года большое внимание со стороны государства уделяется поддержке предпринимательства. Главное внимание сфокусировано на поддержке экспортеров и перерабатывающем секторе. Предоставлены льготы по налогу на добавленную стоимость для перерабатывающих предприятий в размере 80%. Президент отмечает и важность развития бизнеса в регионах. Так, производственные предприятия, открытые в сельской местности, на пять лет освобождены от четырех видов налогов. Налога с доходов, на прибыль, землю, имущество. Сегодня развитие регионов остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Президент неоднократно подчеркивал важность развития предпринимательства в регионах, так как это способствует созданию дополнительных рабочих мест в областях и сокращает миграцию. О том, какие именно послабления оказывают бизнесменам финансовые институты, в репортаже Айтул-Кунсулпуевой. Это предприятие занимается выпуском запчастей для сельхозтехники с 2014 года. Ввиду маленького финансирования, сотрудники завода до недавнего времени ютились на другом объекте в гораздо меньшей площади. Месяцами ранее директор завода обратился за помощью в гарантийный фонд, благодаря финансированию которого бизнесмену удалось открыть более крупное предприятие, где налажен полный выпуск запчастей. Я начал с маленького объекта. После получения средств от гарантийного фонда в размере 9 миллионов сомов мне удалось открыть большое предприятие. Построили литейный цех. До пандемии коронавируса получили крупный заказ из соседней страны. Из-за карантина работа, к сожалению, была приостановлена. В день мы плавим около 4 тонн металла и выпускаем разные запчасти для трактора. Сегодня особую поддержку при содействии президента предпринимателям оказывают финансовые институты страны. Так, со стороны гарантийного фонда в 2019 году было выдано 946 гарантий на сумму в 921 миллион сомов. Прирост гарантийных сумм составил 82%, доля регионального финансирования выросла до 66%. За 4 месяца текущего года фондам оказана следующая поддержка. За 4 месяца 2020 года гарантийный фонд выдал 593 гарантий на 204 миллиона сомов. 98% гарантий направили в регионы. Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в стране для поддержки малых и средних предприятий, гарантополучателей, гарантийный фонд одобрил реструктуризацию 140 гарантий на 165 миллионов сомов. Мы знаем, что наши предприниматели нуждаются в помощи и то, что наше правительство приняло два пакета антикризисных мероприятий, акционерный общество гарантийный фонд также поддерживает. И в этой связи мы уже поддержали путем реструктуризации более 160 предпринимателей. Наращивают поддержку предпринимателей в регионах и Российско-Кыргызский фонд развития. Ввиду пандемии были запущены антикризисные мероприятия в виде адресной поддержки заемщиков, проведена полная реструктуризация кредитов. Разработана и начата реализация трех кластерных продуктов в области производства и переработки молока, мяса и форели. Со стороны Аилбанка по итогам четырех месяцев 2020 года выдано более 16 тысяч кредитов. Из них 81% средств был направлен в регионы, по большей части на проекты в сфере сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Также продолжается выдача льготных кредитов фермерам и крестьянам в рамках программы финансирования сельского хозяйства «Восемь». Мы пошли навстречу нашим клиентам и сделали специальные выезды по мониторингу кредитов и заемщиков, для того, чтобы облегчить им доступ к кредитам в этих условиях. Кроме этого, как вы знаете, мы участвуем в программе правительства финансирования села «Восемь». И на сегодняшний день по данной программе нами выдано 793 миллиона сомов и 1183 клиента получили кредиты по этой льготной программе. Несмотря на введение в марте режима ЧАЭС и ЧП в отдельных регионах и городах, выдача кредитов не остановилась и в РСК банке. Финансовый институт ведет активное финансирование сферы сельского хозяйства и цифровизации. В целях безопасности многие операции клиентам доступны в электронном режиме. С начала года ОАО «РСК банк» выдал порядка 3000 кредитов на общую сумму более 2 миллиардов 700 миллионов сомов, из них доля региональных кредитов составила 89%. В данное время банк активно работает по выдаче кредитов, на секунду мы не останавливаем выдачу кредитов, также активно работаем по поддержке наших сельских производителей. В рамках финансирования сельского хозяйства 8 проекта мы также продолжаем выдачу финансовых средств для покупки скота, для переработки, для кластерных цепочек. Глава государства подчеркивает, что средства финансовых институтов в приоритетном порядке должны направляться на поддержку предприятий в регионах, в том числе ориентированных на экспорт. На недавней встрече с руководителями ОАИЛ и РСК банком Российско-Кыргызского и гарантийного фонда в Сорумбаджимбеков еще раз подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, упор должен быть сделан на максимальную поддержку предприятий, чтобы они получали реальную ощутимую помощь и в дальнейшем смогли выйти на запланированные мощности. Отметим, руководство страны заинтересовано в развитии предпринимательства в регионах. Так, для поддержки бизнеса за три года были внесены следующие послабления. Предоставлены льготы по налогу на добавленную стоимость для перерабатывающих предприятий в размере 80%. Производственные предприятия, открытые в сельской местности, на пять лет освобождены от налогов с доходов на прибыль, землю и имущество. Снижен налог с доходов предприятий в сфере легкой промышленности, имеющих более 50 сотрудников. Для этих же предприятий социальные выплаты были снижены с 27% до 12%. Внесены изменения в законодательство о государственных закупках, что позволило в 2019 году увеличить долю отечественных компаний при осуществлении государственных закупок до 49%. Объявлен временный мораторий на проверку субъектов предпринимательства до января 2021 года. Сегодня развитие регионов остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Развитие предпринимательства в областях поможет улучшить экономическое состояние страны. Новые заводы в регионах обеспечат граждан дополнительными рабочими местами, что вследствие поможет сократить миграцию населения.